Янтарные битвы. Жители одного из сел Ривненской области атаковали правоохранителей. Бросали в них камни, били палками. В результате пострадали трое полицейских. Все подробности выяснили мои коллеги. Работники лесхоза прибыли в урочище неподалеку от села Осова под охраной полиции. Пригнали спецтехнику. С ее помощью хотели заровнять ямы и траншеи, которые вырыли копатели для незаконной добычи янтаря. Но местные жители стали стеной. Началась драка. В результате было заподияно телесные ушкоджения для трех работников полиции. Инши деякие работники полиции отримали незначные телесные ушкоджения и до ликувальных закладов не обратились. Семерых самых активных полиция задержала. Но под арест взяли только троих. Уголовное производство начали сразу по нескольким статьям. Это массовые беспорядки. Заподия на телесные ушкоджениями полиции. 342. Опер по ценникам полиции. И 343. Это вручение в работу полиции. Под час выполнения не выступлых оборудований. Противостоять нелегальным копателям местная полиция фактически не может. Самая тяжелая ситуация в урочище Гальбин Сарнинского района. Здесь работают около 200 мотопомп. Депутаты просят возобновить работу оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей янтаря. И вернуть в область бойцов нацгвардии. Сегодня облсовет собрался на неочередное заседание. И принял обращение к руководству страны и силовикам. Возвращение депутатов Ленинской областной рады до президента, кабинета министров, генеральной прокуратуры, службы безопасности, министерства внутренних справ, что до вжития на икорочных сроках и ответственных заходов реагирования в борьбе с налогальным выдастом Буштадо-Ленинской области. И пропозиция за основу и целого права. Обращение депутаты поддержали. Теперь ждут ответа из Киева. Ведь ситуация накаляется буквально с каждым днем. Алексей Пшемыский, Мария Андрейчук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Римнинская область.